Вести Дагестан С главными событиями понедельника, 12 декабря, информационный выпуск Вести Дагестан в студии Бедерниси Гусейнова. Добрый вечер. Сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. С этой датой жителей республики поздравил глава Дагестана Сергей Миликов. Принятый в 1993 году всенародным голосованием основной закон, по которому живет вся наша страна, стал прочным фундаментом формирования политической, экономической, социальной и правовой системы России. В непростое переломное время был сделан исторический выбор ради настоящего и будущего нашей Родины. Дагестан – неотъемлемая составная часть Российской Федерации, и мы свято чтим такие ценности, как безусловное верховенство закона, патриотизм, духовное единение с братскими народами великой страны, бережное отношение к родной культуре и языкам, традиции крепкой семьи, воспитание настоящих защитников Отечества. «Как и все россияне, мы несем ответственность за судьбу нашей Родины. Пусть этот день и впредь объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, делать все возможное для процветания Дагестана и России», – говорится в поздравлении главы республики. С Днем Конституции дагестанцев поздравил и спикер парламента Заура Аскендера, в цитата, «Этот особо значимый для всех нас государственный праздник является символом свободы и демократии, наш основной закон, фундамент всестороннего и гармоничного развития государства, консолидация общества, мира и согласия, гарант прав и возможностей для жителей страны». Свои поздравления в честь Дня Основного Закона страны жителям республики направил и председатель правительства Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Цитата. Конституция определяет, что мы все ответственны за судьбу нашего Отечества. Следовать духу и букве основного закона – гражданский долг каждого из нас. В конечном счете именно от этого зависит стабильная работа государственного механизма, состояние экономики, социальной сферы и благополучие людей. Об основном документе страны моя коллега Виктория Кубаева. С тех пор, как жители большой страны проголосовали за принятие Конституции Российской Федерации, миновало 29 лет. Высший нормативный правовой акт был принят 12 декабря 1993 года на всероссийском голосовании, а в силу вступил спустя 13 дней, сразу после опубликования в российской газете. Она сыграла очень важную роль в истории современной России, принятая в условиях острого политического кризиса, гражданского противостояния. Она остановила сползание России к гражданской войне, к распаду. Новый документ открыл новый этап в развитии новой страны. Конституция России – ядро всей правовой системы страны. Она определяет смысл и содержание других законов, гарантирует права и свободы человеку и гражданину. Глава вторая Конституции, она при любых условиях остается неизменной, невозможно нести никакие поправки, изменения. Она касается прав человека. Это законодателям такая норма была вложена, о том, что они остаются незыбливыми. Насколько люди знают о своих правах, о социальных, жилищных, экономических, политических, вот это здесь вопрос. Потому что мы в своей работе сталкиваемся с такими обращениями, когда люди просто от незнания тому, кому надо было обратиться своевременно и с каким документом нужно было обратиться, они становятся жертвой, ну иногда даже нерадивых чиновников. Для того, чтобы население знало о своих правах, работают различные программы по повышению правового сознания граждан. В каждой консультации мои сотрудники, работая прямо с населением, рассказывают об этих правах. Мы снимаем различные ролики в доступной форме. Эти ролики просматриваются десятками тысяч наших сограждан. Высшей ценностью в Конституции назван человек. Его права и свободы. Наряду с правами в ней определены и обязанности гражданина России. Получить среднее образование, платить налоги, сохранять природу, нести воинскую службу. И сотни тысяч россиян показали свою ответственность в ходе частичной мобилизации. В прошло время были внесены поправки. И эти поправки стали базой для правовой основы, для работы к нам в сегодняшних реалиях, в режиме СВО, в режиме, когда к нам вернулись территории новые. Конституция, живой документ и последние поправки в нее внесли в октябре, когда в состав страны были приняты четыре новых региона. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Глава Дагестана поручила муниципалитетам завершить работу по внесению пространственных данных в базу национальной системы. О том, как реализуются это и другие федеральные программы в республике, сегодня говорили на заседании Оперштаба под руководством Сергея Меликова. Главные тезисы записала Патемат Сулейманова. К концу года к освоению бюджетных денежных средств мы подошли достаточно вяло, отмечает глава республики. Работа органов исполнительной власти будет тщательно проанализирована. В некоторых случаях вплоть до кадровых решений, предупредил Сергей Меликов. С началом года говорил и ставил задачи, определял сроки. Говорил, что нужно планировать расходы бюджетные. Вы этого не сделали. В этом году, ну, для муходинчика, планирование расходов бюджета, всех их уровней, необходимо подойти более жестко, более строго, осуществить контроль за планированием бюджета, в том числе в муниципальных образах. В своем выступлении первый вице-премьер Руслан Али восстанавливается на вопросе хода реализации национальных проектов. На эти цели с федерального бюджета в этом году привлечено более 30 миллиардов рублей. Руслан Алиев напомнил о персональной ответственности министров за соблюдение сроков проведения конкурсных процедур. У нас кассовое освоение по национальным проектам 55,1%. По пяти проектам освоение сложилось ниже 80%. Это экология, образование 34,4%, здравоохранение 67,6%, цифровая экономика 69,3%, демография 74,9%. Ход социальной дегазификации населенных пунктов также в повестке заседания. Программа определена бессрочной, отмещает первый вице-премьер Манвил Мажонс. В нее включены и социальные объекты. Это объекты медицины, образования. В этом смысле попрошу Министерства ведомства и муниципалитета проанализировать те объекты социальные, которые находятся в населенных пунктах, где есть газ, но они не подключены к газу. Они получают право на бесплатную дегазификацию. Как в регионе реализуется госпрограмма «Национальная система пространственных данных», рассказывает вице-премьер министр по земельным и имущественным отношениям. По итогам доклада Заура Эминова, глава республики поручил завершить работу по внесению в систему сведений об актуальных границах населенных пунктов и границах территориальных зон. Завершая работу заседания оперативного штаба, Сергей Меликов дал поручение создать специальную рабочую группу, которая займется вопросом возвращения в республику останков Наиба Хаджумураты и других дагестанских войнов из расположенного в Санкт-Петербурге музея этнографии и антропологии, и их достойного захоронения на исторической родине. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин побывали на торжественном мероприятии тысячестолетнего юбилея принятия ислама в Оржской Булгарии. В этом году решением президента этот праздник стал федеральным. Это событие стало знаковым не только для татарского народа, но и отразилось на судьбе всей страны. Ислам занял важное место в жизни многих граждан, многонациональная и мультикультурная Россия. Рифат Сабитов, комментируя юбилейную дату, отметил значение ислама в судьбе страны и его органическую связь с российской историей. Семья мусульманских народов сегодня неотъемлемая часть России, а ислам, составляющая культурно-исторического кода, один из оплотов гражданского единения. Наша задача, как общественных деятелей и представителей медийного сообщества, популяризовать принципы взаимопроникновения культур, исторической общности, не допускать даже тени межрелигиозной вражды, которую пытаются разыграть наши враги, отметил Рифат Сабитов. В торжественное мероприятие приняла участие и делегация Дагестана. Чтобы поддержать военнослужащих, дислоцированных в зоне специальной военной операции, дагестанские школьники пишут письма и мастерят открытки. Патриотическую акцию провела партия «Единая Россия». В региональной общественной приемной организовали мастер-классы для детей по изготовлению новогодних открыток в особой технике. О частичке тепла и любви для тех, кто рискует жизнью, защищает мир и порядок в стране, София Кемилова. Из Дагестана с любовью. Дети увлечены вырезают фигурки из цветной бумаги, клеят, рисуют и посыпают блестками. К изготовлению новогодних открыток школьники подошли с должным усердием. Знают, у этих карточек важная миссия – согреть души солдат. Мы хотим, чтобы это тепло, которое мы испытываем при делании наших открыток, оно передалось нашим бойцам, нашим защитникам, чтобы они обязательно вернулись к нам с победой. Патриотическую акцию новогодняя открытка организовала партия «Единая Россия». Она прошла во всех регионах страны. Нашим солдатам, которые находятся сейчас на передовой, будет очень важно получить привет. Они получали огромное количество посылок, огромное количество гуманитарной помощи. Но скоро Новый год, праздник очень домашний, очень теплый и уютный. И мы решили подарить очень просто открытки. Казалось бы, это такая простая, элементарная, банальная вещь. Но в наших открытках будет частичка нашего Дагестана. Открытки выполнены в технике скраббукинг. Мастер-класс провела известный в Республике педагог по изобразительному искусству Елена Ярко. На своих открытках дети написали бойцам поздравления с Новым годом, а также пожелали победы и скорейшего возвращения домой. Видите, с этими открытками мы передаем частицу нашего тепла нашим воинам. Мы будем за красивыми столами, с елками, с родителями. А и там, в окопах, защищают нас с вами. Поэтому вот эта частичка нашего сердца и любви и поддержки уйдет туда, в Украину, к Новому году. Поэтому делаем сегодня заранее с вами, пока она придет, пока пройдет все эти самые логистики. И надеюсь, до Нового года попадет. Спасибо вам большое. Все поздравительные новогодние открытки передадут солдатам в зону СВО, а также в госпитали, где лечатся раненые. Роль женщины в современном обществе. Конференция с таким названием прошла в Муфтияте Дагестана. Докладчики, а это представительницы самых разных профессий, в своих исследованиях проанализировали различные сферы, изучающие влияние женщины на современное общество, ее роль в укреплении морально-нравственной обстановки, укреплении корней своего народа и сохранении многовековых традиций предков. Сегодня назрела необходимость создания центра в оказании психологической помощи женщине, отметила депутат Народного собрания Елена Ельникова. Когда человек просит о помощи, наверное, не всегда он готов сказать, что не нужна помощь. А если это будут центры такие, ну, нужно подумать, как они будут называться, где будет оказана помощь, но где будет возможность просто прийти, провести какой-то досуг с ребенком, тогда вот это все в такой немножечко неформальной и не обязывающей обстановке создает более благоприятную атмосферу для раскрытия и для того, чтобы женщина поделилась какими-то своими проблемами. В Махачкале прошла презентация книги «Дагестанцы, изменившие мир». Книга о великих личностях Дагестана, прославивших не только республику, но и всю страну. В том числе, благодаря и им удалось добиться больших успехов в экономике, науке, культуре. Главная цель – донести это сквозь огромный информационный вал до молодежи. Она должна знать имена и свершения настоящих героев, говорит автор издания Зикрула Ильясов. И в частности главных людей страны, конечно же, ученые, академики, спортсмены, композиторы, художники, артисты, писатели, певцы, герои Советского Союза и многие другие личности, которые изменили наш мир к лучшему. Но, как было уже отмечено, достаточно активно говорим о них, пропагандируем их научные и военные подвиги. И многие, особенно мы, дагестанцы, маловато знаем о них. Мы историю Древней Греции больше знаем, чем свою историю, чем своих людей, чем своих личностей, которые нам создали вот эту современную жизнь. Новый сквер открыли у озера Ак-Гель в Махачкале. Здесь жители микрорайона Редукторный и его гости смогут проводить в сквере свой досуг. Общественное пространство благоустроено по федеральной программе «Формирование комфортно-городской среды». Созданы условия и для представителей старшего поколения. Они здесь могут играть в шахматы, шашки и другие настольные игры в специально установленном павильоне. Следующей весной новый сквер планируется озеленить. Благодаря выделяемым из Федерального центра средствам на реализацию федеральных программ и нацпроектов, в Махачкале в текущем году благоустроено 7 общественных пространств и 23 дворовые территории, отметил исполняющий обязанности главы Махачкалы Резван Газимагомедов. Дорогие горожане, дорогие земляки, салам алейкум, добрый день. Поздравляю с открытием. Желаю вам, что таких пространств было много комфортной среды и в ваших домах, и в ваших скверах, и, конечно, парках. Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой проводится каждый год 11 декабря. Впервые он был проведен в 1998 году. Основная цель – повышение знаний о бронхиальной астме среди населения и пациентов, информирование о профилактике, выявление новых случаев болезни на ранней стадии, повышение качества оказания медицинской помощи больным. С развитием темы – врач-терапевт поликлиники номер 8 Махачкалы Зюльмира Закабова. Всемирный день больного бронхиальной астмой. Отмечают в связи с тем, что хотят привлечь внимание к этой часто и широко распространенной проблеме больных. Почему? Потому что самым важным и самым основными моментами обострения или возникновения этого заболевания являются аллергические компоненты. Аллергические компоненты – это те компоненты, которые окружают человека больным или человек, который предрасположен к этому заболеванию в разных городах. В основном их много в больших городах. Это воздух загрязненный, химическая распространенность воздуха, плесень, грибы, пыльца. Также чистящие средства, пищевые продукты, лекарственные препараты, парфюмерия. То есть, привлекая внимание к этому заболеванию, обратить внимание на них, чтобы они не сажали какие-то деревья в этом городе, убирали какие-то деревья, которые посажены. Например, тополиный пух очень вредит здоровью людей с бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями. Также люди должны понимать, что люди, у которых аллергические заболевания, очень тяжело переносят парфюмерию, в которой душатся люди, у которых их окружают. То есть, этим самым люди должны понимать, что такое бронхиальная астма и как они могут навредить человеку, который рядом может страдать хроническими аллергическими заболеваниями. Что является профилактикой этого заболевания? Устранение контакта с возможными аллергенами. Отказ от табакокурения. Содержание дома в чистоте. Исключение высокоаллергических продуктов питания. Использование гипоаллергенной косметики. Ограничение общения с домашними животными, рыбками. Закаливание занятий физкультурой. Предупреждение и своевременное лечение респираторных заболеваний. Уменьшение количества комнатных растений, ковров и мягких игрушек в квартире. Также ранние выявления диатеза у людей. По сообщению Дагидрометцентра, в ближайшие сутки в районном республике ожидается. Местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 12-17 метров в секунду. С ослаблением днем до 6-11 метров в секунду. В горных районах слабый. Температура воздуха ночью 2-7, в днем 6-11 тепла. В горных районах ночью 1-6 мороза, местами до плюсы 4, в днем 4-9, местами до плюсы 14. В 13 часов в Махачкале температура воздуха была плюс 8, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность 87%. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный 12-17, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 7-9 тепла. А вода в море 10 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедернися Гусейнова, а редактор Шерипат Шулькина, звукорежиссер Муминат Алиева. Мы желаем доброго вечера и хороших новостей.